Всем привет! В эфире «Столица Нижняя» программа «Спорт». Сегодня мы поговорим о социальных проектах, которые направлены на популяризацию и на развитие спорта в Нижнем Новгороде. Гость нашей программы – член общественной палаты Нижнего Новгорода, председатель Нижегородской Федерации КУДО Владимир Подымников. Володь, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, что вы там делаете в общественной палате? Почему там так много спортсменов? Общественная палата сформировалась совсем недавно, прошло буквально три месяца. За это время у нас уже создана комиссия, называется она «Здоровье и спорт. Социальная политика», которую я возглавляю. В нее входит 8 человек, все это известные люди в Нижнем Новгороде, кто-то из них занимается организацией мероприятий, кто-то является известным спортсменом. Задача очень простая – проекты горожан поддержать и реализовать собственные проекты, с которыми шли люди в эту общественную палату. Расскажу немного о своих проектах, с чем я пришел в общественную палату. У меня два проекта – это спортивное воспитание и доступный спорт. Суть проекта «Спортивное воспитание» заключается в том, что мы… И ни один из них не связан с КУДО? Сейчас расскажу. То есть связаны, конечно, с КУДО оба, потому что весь потенциал пока – это наша федерация КУДО. Значит, суть проекта «Спортивное воспитание» заключается в том, что мы объединили несколько направлений популярных – танцевальную акробатику, художественную гимнастику и КУДО. Стали это развивать комплексно на базе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования в Нижнем Новгороде. И на сегодняшний день мы получили то, что у нас количество секций по КУДО – 12, художественной гимнастики – 8 и танцевальной акробатики – 4. Это число будет постоянно расти и развиваться. И основная задача – это вовлечение большего числа детей. То есть дошкольного, младшего школьного возраста занятия физической культурой и спортом. То есть выбраны почему направления? Потому что они на сегодняшний день… Популярные виды спорта – черлидинг и черданс. Мы их называем просто танцевальная акробатика, чтобы всем было понятно. Они сейчас очень популярны и привлекают большое количество детей в эти секции. То есть логика такая – если политика не идет к спорту, то спорт идет в политику, правильно? Да, мы помогаем просто развиться спортсменам, развить эти секции, чтобы для детей это было более доступно, чтобы это было рядом с домом, это было именно в той школе, где они учатся, чтобы преподаватели, которые проводят обучение, были квалифицированы. И также создаем целый комплекс мероприятий, которые вообще являются неотъемлемой частью тренировочного процесса. Это соревнования, тренировочные сборы, зимние и летние лагеря и так далее. То есть мероприятий очень много. И часть больших мероприятий направлены на всестороннее развитие личности. То есть чтобы это был не только спорт, а чтобы каждый ребенок, кроме тренировок, потому что тренировки достаточно большое количество времени отнимают из жизни каждого спортсмена, чтобы еще было какое-то насыщение духовное. Всегда обязательное. Ну скажи, механизмов для популяризации спорта, для развития его стало больше с твоим приходом в общественную полотну? Думаю, что да. Я думаю, что здесь все очень уравновешено. Здесь такой некий баланс. То есть насколько я полезен в общественной палате и горожанам, так же и общественная палата, и мнения жителей города так же нужны нам для того, чтобы мы могли слышать и правильно формулировать, правильно поставить задачи перед собой. То есть в направлении своей деятельности. Вот направления, которые ты озвучил, они касаются все-таки молодого поколения. Да, это и кудо, и гимнастика, и транссовальные направления. Да, еще не рассказал про доступный спорт еще. Да, очень важный проект, который мы сейчас стали реализовывать. Его суть заключается в том, что мы помогаем детям из многодетных и малообеспеченных семей города адаптироваться в спортивных секциях. То есть чтобы для них выделили бюджетные места. Объясню почему. Сейчас очень много секций находится на самоокупаемости. И не секрет, что занятия платные. Это, в общем-то, абсолютно нормальная практика. Самое главное, мы не можем создать для этих детей отдельные группы, чтобы функционировал отдельный зал, работал тренер отдельно. Кто-то оплачивал ему зарплату. Но мы можем этих детей адаптировать, чтобы они абсолютно в такой же среде росли. Во всех секциях выделить по два, по три бюджетных места. Так, чтобы эта нагрузка ложилась на саму федерацию. Не нужно спонсора, не нужно влияние какой-то администрации. Здесь просто это все на совести тренера и руководителя организации. Мы нашли поддержку более 20 организаций в городе. А что касается старшего поколения? Интересный проект. У нас создан совет по ЗОЖ, экспертный при главе города. Там мы занимаемся созданием благоприятной среды для здорового образа жизни в Нижнем Новгороде. Это связано с проведением чемпионата мира в 2018 году. Это один из этапов подготовки Нижнего Новгорода к празднованию 800-летия, которое будет в 2021 году. Основная задача – это вовлечение большего числа жителей и старшего и младшего поколения в занятия физической культуры. Здесь мы уже не про спорт говорим, а именно здоровый образ жизни. Если для молодежи, для детей созданы условия для того, чтобы спорт был во дворе, потому что не все ходят в секции, не всегда успевают. А в наше детство спорт был всегда во дворе, там и футбол, и хоккей. И сейчас мы будем в тестовом режиме помогать осуществлять заливку коробок льдом в зимний период времени. Будем подключать депутатов городской думы на округах, чтобы эти коробки восстанавливались, и каких-то коммерческих партнеров. Также у нас для возраста студентов очень хорошие занятия проходят в нескольких местах города по уличной атлетике, стритворкаут и занятия современной физкультурой. Это Сормовский парк, это набережная Грибного канала. Планируется сейчас на автозаводском районе, в парке Швейцария такие же занятия продолжить. Что касается старшего поколения, это очень популярно, и самое главное, что это полезно, это скандинавская ходьба, так называемая, со скандинавским палочками. Мы этот проект тоже сейчас начинаем реализовывать, и в планах, чтобы жители Нижнего Новгорода, которые старше 40 лет, спокойно могли, и это было все в открытом доступе. Будем надеяться, что в течение короткого времени у нас будут вас в спорт вовлечены все, и молодежь, и старшее поколение. Молодь, спасибо, что пришел. Это была программа «Спорт» в студии Работлан Танганин. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова